здравствуйте мы продолжаем наши разговоры на политической кухне напоминаю вам что это совместный проект сайта слухи и факты и кабельного оператора intercom tell а сегодня я алексей машкевич редактор журнала 1000 экземпляров сижу на кухне салона ноль то с альбертом короленко новым начальником департамента внутренней политики альберт только что рассказал мне что он 10 начальник департамента внутренней политики а у нас по счастливой случайность такой сегодня 10 передача надеюсь что она будет удачной для нас обоих здравствуйте альберт юрьевич здравствуйте и так чуть больше месяца назад вы стали начальником департамента внутренней политики вот у многих моих знакомых которые интересуются политика это словосочетание внутренняя политика по отношению к ивановской области вызывает мягко так скажем недоумение вот с вашей точки зрения что это такое что вам подручили контролировать политику внутри региона соответственно но на самом деле функциональные обязанности наши достаточно широки и простирается от взаимодействия с политическими партиями до взаимодействия со средствами массовой информации общественными объединениями очень большой пласт работы эта работа с муниципальными образованиями все вы знаете что как бы есть и проблемы есть задачи которые надо решать вот вкратце как тут если очертить то как-то там и больше знаем про проблему видео вы видимо про задачи да вот если говорить про мое видение внутренней политики то мне всегда казалось что культура и молодежь имеют к ней самое непосредственное влияние до сам непосредственное отношение а у нас в регионе как так сложилось что со времен царствования веры добролюба и культура ушла в социальную сферу а недавно у вас отобрали еще и молодежь с вашим приходом у департамента вопрос говорят что это случилось не потому что эти молодежь и культуры не имеют отношения к внутренней политики а потому что ольга хасбулатова имеет огромный аппаратный вес и все денежные как бы не экономические потоки замыкает на себя это так но мне сложно об этом судить потому что начале передачи вы сказали что я в этой политической кухне всего лишь 19 апреля но если вам интересно мое мнение я думаю что оно интересно я полагаю что не отобрали а передали молодежную политику в департамент образования по очень простой причине потому что даже на федеральном уровне молодежная политика относится к министерству образования да тот ваш аргумент что культура и молодежная политика они неотъемлемая часть внутренней политики я с вами согласен но у нас все сферы деятельности это неотъемлемые части одной единственной линии да и мы правительство это единая команда которая движется в одном направлении хотелось бы в это верить ну я вас уверяю и мне то уж поверьте да и поэтому собственно говоря тут я никаких проблем не вижу но тем не менее ваш предшественник максим поляков подчинялся напрямую губернатору меню вы подчиняетесь вице губернатору виктора смирнова уменьшился вес департамента или у вас лично нет доступа к телу губернатора ну на самом деле я пока не взвешивался поэтому я не могу сказать уменьшился веса не уменьшился но когда работал максим борисович вообще должности вице губернатора не было поэтому сейчас есть эта должность и совершенно логично что вице губернатор контролирует вопросы внутренней политики я здесь ну ничего нелогичного не вижу ясно но вот говорят что одной из причин ухода максим борисовича с поста замгубернатора был его затяжной конфликт сергеем пахомова вы не боитесь такого конфликта или вы человек пахомова тут я не знаю вы как-то говорите человек пахомова не человек пахомова вот мы все на какие-то личности переходим вообще когда вы меня приглашали мы говори вы мне горшим вы говорите о внутренней политике разве это не по мне а вообще мне сейчас становится несколько даже обидно да то есть мы все время говорим про других людей так все-таки может быть поговорим обо мне как и начальники департамента внутренней вы человек пахомовы начальник департамента человек пахомовы я ощущаю себя членом единой команды команды губернатора ну а я вот вас помню как активного сторонника либеральных идей члены спс члены команды сергея колесова и вы вот так тот которого я помню так активно а иногда не активно критиковали единую россию на всех компаниях да вот сейчас придя на работу сначала в контрольно-счетную палату теперь в правительство вы поменяли свое отношение к институтам может быть это было давно и чуть-чуть забыли я все-таки был не пиарщиком до либерального лагеря функционером совсем не менее сейчас я функционером являюсь но я член единой россии я этого не скрываю я полностью поддерживаю курс единой россии свободно от работы время а вы давно вступили в единую россию я вступил единую россию три года назад то есть еще до того как пойти в ксп или для того чтобы пойти в ксп извиняюсь я ошибаюсь я вступил единую россию до того как я или одновременно с тем как но эти моменты не увязаны поэтому я сейчас это было условием нет совершенно нет просто как вы правильно заметили я давным-давно интересуюсь политической жизнью и поскольку мне это было интересным я разделял цели и задачи единой россии то почему бы мне было не вступить в эту партию и не быть полезным ей все равно вы экс-либерал да такой теперь же можно сказать текст либерал член единой россии были недавно председателем как называется региональной счетной комиссии на праймере с единой россии 19 мая и публично озвучивали цифры явки вот вы сами попросились туда или это такая некая некая партийное поручение это партийное поручение было и тоже достаточно логично потому что в партии я являюсь заместительным председателем контрольно-ревизионной комиссии и по положению заместитель контрольно-ревизионной комиссии региональное отделение партии должен входить в региональную счетную комиссию по праймерис но войдя в эту комиссию члены комиссии избрали меня председателем то есть здесь а вам не кажется что было бы более логично если бы человек руководящий департаментом который в том числе курирует работу с партиями был бы вообще беспартийный вам не кажется что это был бы более чистый результат чистый результат работы но вы член единой россии вы играете в я с вами отчасти соглашусь но я уже как ранее сказал я партийными делами занимаюсь свободное от работы время и с партиями с партии мы выстраиваем одинаковый диалог со всеми партиями во всяком случае я так стараюсь и ну пока вот за месяц небольшим во всяком случае от представителей других партий каких-то претензий в предвзятости еще что-то ну мне вот лично высказано не было если вернуться к праймерис и к их результатам вот вы озвучили те проценты которые озвучили да но в некоторых муниципалитетах явки не было совсем и люди там сейчас над этими цифрами в голос смеются смеются над партией в том числе зачем единой россии нужно было надувать численность вот этого внутреннего я с вами полностью не согласен никто никакие цифры не надувал мне вопрос к этим людям которые говорят что там не было явки это человек который пришел на один участок как вот например по всему району один человек может оценить явку вот ну возьмем там условно говоря сельский какой-то да муниципальный район там по деревням разбросаны участки если в каком на каком-то участке явка маленькой там человек появился опять-таки маленькая у нас на самом деле я общался с теми в том числе по всей области кто и организовывал эти праймерис и все говорят от трех до восьми раз завышенные цифры были нет но это я с этим не согласен я уж я сам собственно говоря эти во процесс контролер плюс у нас работали передвижные счетные комиссии и ну то есть все как настоящих выборах карусели нет вы зря так говорите потому что участвовали люди которые желали выдвигаться кандидатами именно от списка единой россии и каждый был ориентирован на результат и тут ну бессмысленно карусели а партия просто хотела выяснить действительно народ кого больше поддерживает просто даже здесь и прагматичный интерес ведь партия заинтересован в том чтобы кандидата побеждали соответственно у народа просто выяснили у кого больше шансов победить вы уже сказали что в составе департамента вашего есть подразделение которое курирует работу с партиями со всевозможными партиями управление управление ну я плохо разбираюсь в этом вот и говорят что все партии у нас но новые старые они достаточно хорошо контролируется правительством вашим департаментом и у всех налажено очень крепкое такое сотрудничество единой россии за исключением двух партийных проектов справа вот здесь справа это гражданская платформа слева это родина и говорят что сейчас вот по слухам идет такая работа что из спойлеров из партии спойлеров коллекция формируются такие группы левых и правых партий которые будут на выборах в общем-то на стороне единой россии работать против этих двух проектов платформы и родины и вот богданов у нас вчера был в регионе да говорят на эту же тему что вы скажете это работа департамент нет на самом деле работа департамент это взаимодействовать со всеми партиями но вот я не буду подробно комментировать вот то что сказали слева родина лидер который как этой партии до назначен недавно владимир владимирович им путина на серьезный отрицать секундочку гражданская платформа да то есть мы тоже знаем лидера михаила прохорова наверное он тоже не в самых плохих отношениях и с партийным федеральным и так далее тому подобное поэтому но если вы считаете что это какая-то но все-таки ваш департамент контролирует внутри области и вы не будете отрицать что внутри вот областные отделения гражданской платформы и родины они как-то мало связаны в департамента и у власти с ними проблем нет я уж я вам серьезно об этом говорю и поверьте мне что больше это вот как вот кто он сказал что явки не было да видно кому-то просто это выгодно раздувать вот эти вот надувать там тоже меня плохие источники я стараюсь я постараюсь это последний вопрос вы можете поделиться своим прогнозом по поводу по поводу того представительства партии после в думе после сентябрьских выборов вы знаете и очень сложно самое неблагодарное дело это прогноз тем более еще до того как объявлен избирательной кампании ведь прогнозировать можно анализируя какие-то факты или что что да а мы еще не увидели старта избирательной компании как действительно кто и как и в каком качестве будет участвовать ну поэтому спасибо альберт юрьевич это все напомню вам что в гостях у нас был альберт короленко на новый начальник департамента внутренней политики а я алексей мошкевич прощаюсь с вами уступаю свое место альберту который через секунду расскажет в программе по скриптум то что не успел сказать или что еще хочет сказать спасибо кухни ноль ты настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в ноль ты кухен улица октябрьская 12 огромное спасибо передачи мне очень понравилось чтобы хотелось добавить наверное вопрос эту не прозвучал он от себя хотелось добавить поскольку обсуждали политические темы в основном предстоящие выборы я бы хотел предостеречь избирателей жители ивановской области что в это лето возможно вы увидите много грязи много всевозможные черного пиара но относитесь к этому спокойно и не обращайте на это внимание потому что наверное вы сделаете правильный выбор выбор за вами и 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